давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос кто я мы с вами очень разные но кто убедил нас что наши различия имеют значение нация как историческое явление подлежит закону изменения а вдруг это не так а нации и патриотизм давайте рассмотрим ситуацию в донбассе современными глазами факты таковы кроме российских военных актив вот этих так называемых днр лнр на 10 процентов состоит из прибывших из россии ультраправых боевиков рн е нбп сс всякие религиозные радикалы гости с кавказа на 90 процентов местных выходцев из дезадаптированных люмпинизированных и криминализированных слоев не зря когда-то маркс предупреждал что люмпин пролетариат в отличие от промышленного пролетариата всегда поддерживает того у кого сила что мы видим в донецке и луганске в отсутствие сильной власти центра именно эти слои поддержали в 2014 году провокационные действия местных кавычках олигархов ахметов и ефремов вот эти вот типа свои смены однако быстро решили свои вопросы испугались разверт перед ними бездны народного восстания и просто кинули земляков в ситуации безвластия лидерство перешло к пассионарным и криминализирован якобы повстанцам из россии создающим как бы такую народную власть за которыми к тому же стоял российский силовой кулак то же самое происходило в днепре и харькове но там власть показала свою силу не допустив дестабилизацию тот же эффект соединения люмпина к сильному ставший спусковым крючком сепаратизма в донецке обеспечил покой в днепре что характерно настоящий пролетариат в этих регионах шахтеры и металлурги скорее сохраняли нейтралитет а при обострении как мариуполе даже поддержали единство украины проявив тем самым свой фундаментальный экономический интерес производства подконтрольной россии зоне не только остановлено но зачастую и физически разрушена люмпин пролетариат живет на бюджетные зарплаты пособия и какие-то случайные заработки в сфере услуг он поэтому заинтересован в россии где выше уровень социальных выплат и услуги эти дороже а реальный пролетариат занят на производстве которая будет закрыта если зону конфликта присоединят к россии шахтеры донбасса прекрасно видели структуризацию угольной отрасли в соседней ростовской области но как и в среднем по россии люмпинизированных слоев на востоке украины оказалось больше ряд моих бывших друзей коллег например сергей удальцов говорят об аннексии крыма и всей этой авантюре с новороссией как едва ли не о начале восстановления ссср думаю они конечно выдают желаемое за действительно во первых кремль отказался от интеграции даже активно желавшие этого когда-то беларусь во вторых называть происходящее воссозданием сср это все равно что называть вторую мировую войну евроинтеграции но все-таки их ничтожное меньшинство к сожалению все случившееся между россией и украиной это шаг строго в противоположную сторону не к интеграции а к распаду связей что оставались между нами советских времен а также между россией и другими странами снг при соединении чужих территорий и намеки путина на необходимость возвращать русские подарки соседи закономерно интерпретируют как империализм и принимают меры по ограничению российского влияния усь пророссийские организации в том числе культурно просветительские уже сейчас воспринимаются как потенциальные агенты вторжения беларуси казахстане азербайджане за ними установлен особый контроль общественное мнение украины резко изменилось в отношении нато все годы независимости сторонников вступления в эту организацию было немного а с 2010 по 2013 год число даже снижалась составив в итоге по разным оценкам 15 17 процентов после же аннексии крыма марте 2014 года впервые число украинцев считающих россию враждебной страной превысило число тех кто видит в ней друга 49 процентов на 46 а сторонников нато стало больше противников 46 на 45 такие настроения растут и в других постсоветских странах и это прямой итог политики кремля слова путина если бы мы не захватили крым там стояли бы натовские войска выглядит особенно циничным надувательством простой взгляд на карту показывает нато и так контролирует более половины черного моря включая проливы босфор и дарданеллы запирающий российский флот внутри зачем альянсу еще одна база в крыму порядке благотворительности подкормить украинцев недофинансирующих полуостров болтовня про нато это просто пропагандистская уловка придуманная задним числом именно война россии с украиной вдохнула новую жизнь в эту тогда умиравшую и терявшую смысл существования организацию именно она пригласила натовских военных на российские границы с точки зрения интересов россии с 2014 года происходит геополитическая катастрофа почище распада ссср сделан огромный шаг назад от мечты о возрождении связей объединявших наши страны если 1991 году расвал страны многие простые люди воспринимали как сговор элит то сейчас они начинают верить что это было разумно и россия опасно для их свободы для союзных отношений нужно доверие не военная а мягкая сила тот самый мир без аннексий и контрибуции но при всей важности этой мечты мы имеем дело с политической и хозяйственной реальностью а она безрадостно маркс пишет и пишет не зря нации как и женщине не прощается минута оплощности когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие эти слова он когда-то написал о франции а я пишу их россии написал и подумал что тот же самый человек совершил насилие над украиной тоже впрочем эта страна в отличие от россии конце концов собралась и дала насильнику сдачи а вот россию путин пока удерживает под собой россия позволила путину ставленнику альянса силовиков и олигархов то есть фактически тому самому первому встречному авантюристу и его группе специальных интересов совершить на собой самое гнусное насилие теперь их политика грозит стране распадом иные русские националисты и либералы говорят ну и пусть не нужны нам там кавказцы татары якуты будем жить своей москове не нужно никого заставлять жить вместе когда люди этого не хотят но большинство простых людей всех стран мира как раз не хотят никаких границ растаскивают их по национальным квартирам элиты желающие грабить без ограничений из центра мы это видели на примере расвала ссср и будем дураками если не выучим этот урок один из способов предотвращения распада общенациональные проекты от которых все выигрывают и которые все видят не олимпиада которая вот была и прошла унеся при этом огромное количество народных денег а то что останется с нами на десятилетия столетия вперед прежде всего совершенствование укрепления инфраструктуры связывающий страну в одно целое в штатах так сработал мега патриотический проект создание президентом дуайтом эйзенхауэром сети автомагистралей соединивших все точки страны сходную роль в россии когда-то сыграла постройка железных дорог и транссибирской магистрали связавший дальний восток с западной границы то есть по сути сперва страну а после страну и европу но уже вскоре выяснилось транссиба не хватает то есть запрос на новые такие проекты и он растет и это хорошо так как это противостоит распаду центробежные тренды связанные с притяжением частей страны к соседям усиливаются и будут усиливаться особенно учитывая демографию и высокую вероятность превращения сибири в сырьевой придаток китая необходимы новые инфраструктурные проекты сшивающие страну и главный из них второй транссиб не так давно корейские участники корейско-российского делового совета где я имел честь долгое время быть сопредседателем предложили отдавайте построим высокоскоростную железнодорожную магистраль от тихого океана до москвы и дальше сейчас говорили они грузы из азии в европу идут либо по морю вокруг индии через суэцкий канал или вокруг африки и это долго но и по транссибу они идут почти столько же ибо средняя скорость движения груза в россии по железной дороге сейчас 40 километров в час корейцы во многом опирались на опыт полученный во время правления своего сталина диктатора пак чон хи генерал пак распорядился построить высокоскоростную железную дорогу от сеула до пусана что на юге кореи построить такую высокоскоростную дорогу в тогда отсталой сельскохозяйственной стране крутые западные либеральные экономисты как и сегодня их российские единомышленники из правительства вертели пальцем у виска а где доказательства что проект окупится ответ был прост сама по себе железная дорога никогда не окупится но даст такой толчок экономике страны что это с лихвой перекроет затраты и пак оказался прав кстати этот подход к реализации проектов на вырост корейцы регулярно применяют для задач национального развития и довольно успешно я уже рассказывал о моей поддержке с главой хендэ девелопмент свободную экономическую зону инчхон мы поднялись на самый высокий небоскреб нью сангдо и он обвел руками огромное строительное пространство вот здесь будут тысячи бизнесов которые определят лицо нашей страны в следующем столетии мы строим офисы жилье больницы гольф-клубы дороги все что нужно для комфортной жизни при этом как выяснилось у них было менее 5 процентов предварительных заказов на эти площади но это никого не волновало заполнится ли эти дома сегодня или через 10 лет не важно у нас дешевый государственный кредит а в том что рано или поздно люди появятся мы уверены страна же растет экономика развивается за азии и кореи будущее так говорил тогда руководитель хендэ и такой национализм мне всегда нравился перенести этот опыт в сибирь просто необходимо это новая жизнь для владивостока который может быть ничем не хуже пусана или инчхона и если хотите транспортная скрепа для остальной страны новые корейские технологии позволят построить параллельную трансибу дорогу перемещающую грузы со скоростью свыше 400 километров в час и это сделает россию безальтернативной транспортной артерией между востоком и западом выгода россии здесь в том что грузопоток можно вести минуя китай что сделает нас стратегическим диспетчером перевозок с востока на запад и с юга на север и также как в конце 19 начале двадцатого века трансиб стал мощным фактором развития сибири дав жизнь многим городам включая мой любимый новосибирск так и новая магистраль породит новые города и даст толчок к развитию окрестным районам увы современным хозяевам россии это все не нужно у них нет стратегии развития сама эта идея им чужда они не мыслят масштабные длинными сроками их цель быстрый доход кроме того ну просто не хватает фантазии даже у царских министров позапрошлом веке ее хватало а у этих нет в том числе для строительства скоростной магистрали питер-москва или москва-казань о чем разговоры идут уже два десятилетия я помню разговор об этом проекте еще с якуниным когда-то главой ржд никакого энтузиазма тема высокоскоростных перевозок у него не вызвало убыточность этой затеи в рамках выстроенной его начальником экономической модели было очевидно всем присутствующим правда в один момент глаза моего собеседника явно блеснули когда я сравнил этот проект с постройкой панамского канала бюджет у них кстати в современных деньгах похожий около 100 миллиардов долларов инвестиций путина есть 100 миллиардов долларов и лично и в бюджете но фантазии нет как когда-то построили новосибирск бывший новониколаевск а вот как раз как побочный результат такого национального инфраструктурного проекта этот город одновременно памятник и российской инженерии и российской коррупции новосибирск вошел в книгу рекордов гиннеса как самый быстрорастущий город двадцатого века с почти нуля до полутора миллионов жителей и именно за счет железной дороги но почему транспорт провели здесь где ничего не было было большое село большое кривощоково до того вели путь через омск и красноярск крупные города так а почему здесь это интересная история тогда в регионе имелось два конкурирующих торговых города колывань сейчас это райцентр новосибирской области и томск ныне большой университетский центр в те годы и томск и колывань были воротами на север а между ними сотни километров огромного болота томск севернее него колывань южнее от омска в красноярск трассу можно было провести либо через томск либо через колывань но не было разумного способа провести дорогу через оба города сразу поэтому когда купцы в обоих городах узнали про транспорт между ними началась жесткая борьба они отправили гонцов петербург подкупать чиновников и лоббировать свои города узнав об этом царь в гневе заявил раз так дорога не достанется ни тем ни тем туре копето никак не миновать и там где через нее была самая удобная переправа ставят мост тянут путь и вот и строят новосибирск очень вольное место город приезжих заселявших его весь двадцатый век такую небольшую внутреннюю америку 1915 году там на 70 тысяч жителей приходится 7 банков сейчас это важнейший промышленный научный культурный центр третий по величине город страны региональная скрепа колоссального стратегического значения не знаю правдива ли это легенда насчет прогневивших царя купцов но факт налицо железная дорога создала в кратчайшие сроки один из самых свободолюбивых и развитых городов россии один из первых его глав алексей беседен вообще был с ярко выраженной негритянской внешностью хотя родился как и пушкин в россии новосибирск образцовый город для понимания разницы между национализмом и патриотизмом из того что я рассказал очевидно что в столице сибири коренных жителей вообще нет этнически кого только не найдешь но региональный патриотизм сильнейший самоидентификация жителей города их самосознание именно как новосибирцев одной из сильнейших стране при этом я лично приехавший человек новосибирск никогда не чувствовал недружелюбие за того что родился в москве хотя иные оппоненты по политике и пытались раскрутить этот компромат но он никак ко мне не приставал гораздо чаще чем у себя в городе я бываю в москве слышал насмешливые голоса какого-нибудь очередного навального о сибиряк нашелся хотя не любовь к москалям у нас едва ли не побольше чем в какой-нибудь тернопольской области украины помню еще до своего переезда в новосибирск я ехал в такси пойманном с друзьями проектировщиками технопарка из питера ехали мы в баню и по пути оживленно сравнивали прелести парилок в иркутске томске и новосибирске откуда это вы такие спросил таксист я уже почти раскололся но меня оперетили питерские мы а ну слава богу а были б москвичи высадил бы прямо тут нефиг тут у нас шастать успокоился водитель вот такое отношение заслужили жители столицы последние десятилетия живущие на финансовых потоках рождающихся в сырьевых российских регионах причем инфраструктура в них была создана как правило еще при ссср а в десятилетия реформ россияне в основном бросали освоенные тогда территории они развивали новые и это еще одна причина почему я считаю инфраструктурное развитие не менее важным чем военные парады по телевизору а на самом деле гораздо более нужно вспоминаю примечательный разговор в самолете летящим на чукотку в край где ископаемых тоже полно и нефти золото уголь по пути говорим с моим другом гиви александровым некогда видный менеджер сибнефти после ее продажи абрамовичем газпрому не захотел оставаться в коррумпированной государственной структуре и думал ну чтобы ему такое лично сделать интересного и остановился на неординарной идее построить на чукотке нефтеперерабатывающий завод летим дорога девять часов с нами бутылка виски но к ней должен прилагаться интересный разговор и я решаю его попытать лучший а зачем там завод если запасы есть но их никто не добывает ну это не страшно говорит он мире сейчас так принято переработка на внешнем сырье значит завод ставим на берегу танкеры везут нефть он ее перерабатывает грузим в них же продукцию и пусть едут назад а как быть с тем говорю что большую часть года там все во льдах а это тоже не страшно купим пару ледоколов делов то а как насчет того что у берега мелководит но слушай не страшно строим 100 метровый выносной терминал чтобы швартовать суда так многие делают слушай ну там же нет электроэнергии в объемах необходимых заводов не страшно построим электростанцию запустим на той же нефти ты что у себя в юг оси станции не строил ну строил конечно но вот и не понимаю откуда ты собираешься рабочих брать на той стороне анадорского лимана где ты можешь поставить завод никто ж не живет все с другой стороны в городе а оттуда либо по льду либо километров сто ехать вокруг а фигня смеется он сначала будем вертолетами возить потом городок построим но меня в том самом юг оси и особенно в шлюмберже учили деньги считать я вот все загибаю пальцы и вижу что что-то не понимаю выносной терминал ледоколы электростанция вертолеты ну и все прочее за чей счет банкет то гиви дорогой ну это же выходит миллионов 200 250 долларов мой собеседник сосредоточенно доливает себе вискарик слушай я думал ты левый тебе что чук чем 250 миллионов жалко мне конечно жалко не было но я подумал что любому инвестору должно быть жалко и к сожалению оказался прав завод там так и не построили но эти все бешеные деньги требовались лишь потому что государство не исполняла свои обязанности по развитию территории на той стороне берингового пролива аккуратно против чукотки была аляска где примерно в таких же климатических условиях прекрасно работала и добыча и переработка нефти потому что в россии не инфраструктура создается для доступа к месту жизни людей а люди живут в местах обслуживания государственных проектов не то что на чукотке в магадане или якутске нет ни нормальной автомобильной не железной дороги до 2014 года была надежда что ветку дотянут хотя бы до столицы якутии но путин не дал завершить последний этап стройки мост через лену деньги на утвержденный уже проект пошли на мост в крым а россияне как всегда россияне подождут очень интересная штука человеческое сознание особенно сознание толпы как наши коллективные эмоции подобны маятнику советском союзе секса не было на самом деле еще как был но коммунист должен был быть примером умеренности и добродетели зато сейчас все постсоветские страны свободны от каких-либо тормозов в этой сфере в ссср был культ коллективизма партийных и профсоюзных собраний зато сейчас каждый сам за себя при словах марксизм или социализм у нас морщатся даже те кто обнищал за годы реформ а еще недавно высказывать националистические тем более российские идеи считалось неприличным особенно в среде интеллигенции а сегодня они лезут из каждой фейсбучной щели порой возникает ощущение что в иных кругах стало модно поступать и говорить так чтобы звучало наоборот чем советское время тогда был популярен родившийся из-за трагической ошибки афоризм если евтушенко против колхозов то я за по воспоминаниям писателя сергея довлатова известный поэт и нобелевский лауреат иосиф бродский как-то услышал что евгений евтушенко выступает против колхозов и сказал если он против то я за а это было результатом просто длительного личного конфликта некогда близких друзей бродский заподозрил евтушенко который до того активно ему помогал и защищал от властей стукачество и как мы знаем сегодня скорее всего напрасно конфликт двух титанов интерпретировали по-разному кто-то называл его спором конъюнктурщика евтушенко и бунтаря бродского объясняя суть расхождений тем что евтушенков умел договариваться и мириться с властями а бродский был известен своей непримиримостью и нонконформизм однако на самом деле начался он в 72 году когда по требованию кгб в считанные дни бродский должен был покинуть сср тогда на лубянке он неожиданно встретился с евтушенко которого вызвали туда из-за ввоза из америки запрещенной литературы а бродский посчитал что с евтушенко консультировались по поводу его персоны и что именно он настоял на том чтобы бродского выдворили из страны когда бродский поселился в америке евтушенко кстати помог ему устроиться на работу в queen's college а после смерти бродского узнал о том что когда он сам захотел работать там же бродский написал письмо руководству колледжа с просьбой не принимать на работу евтушенко как человека антиамериканских взглядов я считаю его человеком с которым мы не договорили возможно наши стихи уже сами будут разговаривать друг с другом и думаю они о чем-то договорятся сказал евтушенко под конец жизни а сейчас по вот этому самому принципу насчет колхозов дети с водой выплескиваются просто таки массово если в ссср была бесплатная медицина значит нужна платная если было общедоступное образование значит будем его ограничивать коммунисты выступали против национального и расового неравенства а мы развернем знамена расизма и национализма тупиковость этого инфантильного подхода в стиле на зло маме отморожу уши очевидно как и то что он открывает широчайший простор для манипуляций достаточно напомнить как было полвека назад чтобы люди не критично и не раздумывая пошли в противоположную сторону тем более что как оно там было на самом деле мало кто и помнит особенно сильно это заметно в среде уехавших на запад для иммигранта сам факт того что он переехал закрепился выжил и нашел работу предмет внутренней гордости он ревнив ко всем окружающим особенно к местной бедноте типа вы уже на всем готовом вам только руку протянуть лентяи а я плачу налоги на ваше содержание и это источник правых настроений зачастую приобретающих радикальные формы это напоминает своего рода неофитство эффект когда новообращенный христианин желающий показать свою веру старается выглядеть святее папы римского в украине российские мигранты чаще большие националисты чем сами украинцы в америке же многие становятся расистами и крайними республиканцами самой россии да и наверное в украине неофитство проявляется в тяге к самым радикальным формам неограниченного капитализма и яростному антикоммунизму давно отвергаем в развитых странах очевидно кстати что неофитство присущие самому националистическому движению в россии большинство лидеров это националистов не русские а полукровки в украине у большинства из них родной язык не украинский а русский и так далее для настоящих русских и настоящих украинцев эта тема стоит куда как менее остро они воспринимают свои национальные ценности как нечто само собой разумеющийся град на сверкающем холме будь это америка или западная европа глазах многих приехавших не может иметь изъянов ведь это подвергает сомнению правильность решения переезде поэтому одобряется любое бунтарство в отношении родины но резко осуждается в отношении нового дома либо наоборот уехавший убеждает себя что он агент своей отчизны в логове тлетворного запада и ездят по нью-йорку с красным флагом на додже с наклейкой обама чмо не вру кстати сам видел такой но оба случая на самом деле по сути абсолютно одинаковы двойной стандарт восприятия действительности идет рука об руку с двойной национально-патриотической идентификации травма неполноценности от принадлежности к проигравшему западу совку деформируют нормальные патриотические чувства и усиливает противостояние между ощущающим себя европейским прозападным меньшинством стыдящимся своего происхождения и наизываемым им быдлом национальным большинством дружно ненавидящим таких вот просветителей чем мело пользуются власти противопоставить этому можно только новый патриотизм нового класса который был бы основан не национальных предрассудках прошлого не на красивых но наносных фетишах типа военной формы сороковых в россии или вышиванках в украине а на желании создать самое прогрессивное в мире общество самое привлекательное для жизни технически продвинутая сексуально открытая культурно развитая и просто удобная и безопасная чтобы граждане других стран хотели стать гражданами россии не чтобы сбежать от налогов или правосудия а чтобы максимально себя самореализовать вот это и есть мое понимание настоящего патриотизма и и Продолжение следует...